Актуальные вопросы и события В этом году СМИ-республики перешли в ведомство Министерства связи. Каковы итоги работы 2017 года и на чем был сделан основной акцент в деятельности республиканских СМИ? Несомненно, надо отметить, что иногда был спор, что перед связь или телевидение, связь или радио. Когда все-таки это объединяется в одно целое, то таких споров не возникает и, наверное, работа идет еще отлаженная. Вот трансляция игр, которую, кстати, ваши коллеги НВК Саха оказывали, трансляция игр с Манчара, Игорь Манчара с Верхневескулсов, показала правильность решения, когда связь и СМИ объединили в одно целое. Полномасштабная трансляция таких игр, наверное, таких масштабов не было, имеется в виду именно из далекого села Верхневескулсов. И зрители были довольны и так далее. И, конечно, когда связь и СМИ работают в одном министерстве, то получаются вопросы и доставки газет, вопросы связи. Ну, реальные вопросы, которые поставлены перед нами, мы, надеюсь, и будем выполнять очень хорошо. Ну, вот неоднозначную реакцию в соцсетях вызвала организация бесплатной подписки на государственные газеты Сахасиры и Якутия. Вот ваше мнение как раз-таки о подобной критике и что показала подписная кампания? Ну, несомненно, сначала люди, наверное, не понимали, почему это идет бесплатно. Но дело в том, что бесплатизация газет как раз пошла из-за сокращения, скажем, тех объемов, которые раньше выходили в газеты. Произошла оптимизация и никто дополнительно на эти цели, дополнительно деньги не вливал. А что касается влияния государственных семей, они кратно увеличились. Это показывает социологические вопросы, которые вот проведены в конце декабря и так далее. В 2017 году были проведены, то показывает, что действительно вот та информация, которая делается, скажем, или аналитика, которая печатается в этих газетах, она доходит до читателей. Таким образом это делается для создания единого информационного поля. Охват газет увеличивается. И в этом году мы поставили задачу перед Сахамедиа, чтобы они увеличили тиражи и увеличили как раз вопрос именно доставки до адресата. То есть раньше, ну, понятное дело, газеты нашли нового читателя и в рамках тех вот стоек, которые находятся в торговых центрах, в Иркутске или в других наследиях, в районных центрах. Сейчас вот это будет увеличиваться как раз за счет увеличения доли адресата. То есть мы где-то в марте, в апреле должны уже 50% тех дополнительных тиражей, это примерно, это тиражи увеличились кратно, 110 тысяч тиражей, они будут 50%, их будет доставляться именно до адресата, до почтового ящика. Ну, Чекур Николаевич, как раз-таки следующий вопрос мой был о доставке. Да, вот одна из главных, наверное, проблем печатных изданий, особенно на севере, это вопрос, связанный с доставкой. Насколько остро стоит сейчас вопрос и как он решился и решается? Ну, несомненно, наши коллеги, журналисты поднимают вопрос по доставке газет. Кроме доставки еще вопрос возникает по расценкам почты России. Этот вопрос и ставится в рамках ООН, совещаний, которые проходят на федеральном уровне. Благодаря тому, что почта все-таки на социально значимые издания снизила немножко тарифы, да, эта работа идет по почтовой доставке. Но некоторые редакции улусных районных газет, а сама Сахамедия разрабатывает сейчас альтернативные пути доставки газет, печатных изданий, что в положительном скажется, в итоге скажется на конкуренцию с почтой России. И я думаю, что наша цель, чтобы читатель вовремя получал газеты. Сейчас озвучить можно уже альтернативные способы доставки? Сейчас у нас будет работать ООО «Рапост». Это новая созданная структура. И кроме этого, как я сказал, вот сами улусные газеты, Сахамедия тоже разрабатывают альтернативные пути доставки. Таким образом у нас, ну, хотя бы в ближайших, я скажу, в районных центрах, в селах, где можно доехать транспортом, надеюсь, что у нас услуга еще больше улучшится. Почтовая доставка, то есть доставка газет, адресаты, как я сказал, это все должно идти на пользу читателей именно. Ну, а как сейчас живут у нас районные печатные издания? Какие вопросы их больше всего волнуют? Ну, районные издания, несомненно, являются флагманом наших печатных СМИ, потому что они являются намного ближе, я считаю, к населению улуса, района и так далее. Потому что они на местах работают, да. Республиканские СМИ все-таки из города Якуска, ну, отправляют командировки, корреспондентов и так далее. Это разовые, скажем, выходы. И мы ставим задачи, чтобы они, несомненно, освещали жизнь и быт районов, поднимали те проблемные вопросы, которые надо как-то решить. Они являются рупором в то же время нашей государственной власти на местах, да. Лестницей, чтобы для общения населения с муниципалитетами, с районами и так далее. И основная проблема, конечно, это у нас, вот опять же, вот печатные издания. То, что население, к сожалению, может быть из-за того, что у нас входит интернет и так далее, как бы уходит, говорят, от газет. Но я считаю, что все-таки будущее и у нас за печатными изданиями читатель все равно будет читать бумагу, оно будет заинтересовано, потому что в газете она всегда выходит выверенная и объективная, такая достаточно острая, нужная информация. Поэтому наши читатели будут всегда родить к таким источникам информации, как районным газетам. Буквально вчера я смотрел статистику общероссийскую, да, там федеральную, и там как раз-таки были озвучены цифры о том, что мы немного показатели электронных изданий сократили, то есть опять немного вернулись там на 4% скажем, печатным изданием. Эта мода пройдет, но, конечно, сейчас века информации, информация печатается в электронных смыслах, оперативная информация. Поэтому в апреле, в мае мы презентуем сайт, общий сайт такой УЛУСных районных газет, и каждый район УЛУС будет иметь свою страницу, совместно с Сахамедией этот проект запускается, Сахамедиа плюс районные газеты это будет выполнять, и оперативная информация, скажем, нужная информация будет выходить там, и читатель, скажем, Якутска может узнать, где что происходит в каком-то отдаленном услуге. Не секрет, что наши сайты, которые здесь в Якутске находятся, они иногда повторяют друг друга, потому что новостных поводов одинаковые получают. А сейчас мы будем в пульсе держать всю республику. Это будет очень интересный сайт, и я думаю, что и уровень наших журналистов, и оперативность повысится. То есть они будут еще выкладывать оперативную информацию в виде электронных новостей и так далее. Это будет очень интересно, я думаю. Когда в тестовом режиме? Это уже в марте, в апреле мы планируем, и думаю, что это будет тоже прорыв в информационном пространстве, и в рамках создания единого информационного поля нашей далекой такой вот республики. На каких ресурсах будет располагаться это информационное поле? Это информационное поле, как я сказал, за разработку сайта, за наполнение его содержания на, скажем, первой странице, за техническую поддержку будут отвечать наши Сахамеди. Большое такое. У него опыт работы есть с районными газетами, выходит рубрика «Жизнь в районах». А наполнением сайта будут заниматься совместно наши журналисты в районах и, несомненно, в Сахамеди. То есть сейчас, например, что-то происходит где-то в далеком районе, мы информационный повод можем и не услышать, потому что далеко, там материал когда придет, а газета все-таки выходит как бы один-два раза в неделю. А сейчас будет уже оперативно вся эта информация идти, будем отслеживать за проблемными моментами, куда какой-то залоз не доступил, может быть, да, какие-то проблемные вопросы по строительству жилья и так далее. Это будет, я сказал уже, повторюсь, что будем отъезжать на пульсе всю республику, и в этом нам помогут наши коллеги на местах. Вот в преддверии главных выборов страны, которые пройдут 18 марта, в 2018 году, в Якутске прошел семинар для районных газет. В чем суть заключалась семинара? Конечно, мы ежегодно проводим такие семинары, тем более в преддверии таких важных для России, главных выборов для России. И, несомненно, мы рассматривали изменения в законодательстве, как их освещать, потому что каждый читатель районной газеты, каждый зритель НВК САХА, республиканской газеты, они должны знать, какие, ну, как пойти голосовать на своем участке, например, да, или он куда-то поедет в Крым, и, в принципе, можно отпроситься и там проголосовать. То есть, это все нововведение мы должны рассказывать. Нам у нас были, как бы, основные докладчики, представители Центра избиркома, Роскомнадзоры, которые следят за нашими нарушениями, которые, возможно, могут быть там во время выборной, чтобы этих нарушений никогда не было. Говорили об обязательном экземпляре с библиотекой. Опять же, вот, говорили про возможности альтернативной доставки. И, конечно, вот, ну, наши рабочие моменты. Вопросы заработной платы, вопросы зарабатывания внебюджетных средств. Мы хотели бы в этом году начать кампанию по заключению договоров с районными администрациями. К сожалению, не всегда и не везде районные администрации, главы УЛУСов, идут навстречу нашим журналистам, да, хотя они же освещают жизнь района, в основном, УЛУСа. И я думаю, что такая кампания развернется, и они тоже будут нам давать большие вливания, софинансирования, в поддержку наших районных газет. Это будет такая акция Министерства связи и информационных технологий. И каждому району мы выйдем с предложением подписать такой договор о совместной деятельности. Чекор Николаевич, ну, какие главные планы в сфере СМИ у Министерства на 2018 год? Ну, на 2018 год я сказал, что про этот наш сайт, что будем упорядочивать работу УЛУСных районных СМИ, будем работать над улучшением нашего контента, будем добиваться увеличения тиражей и увеличения доли доставки от наших республиканских основных средств массовой информации. И, конечно, я скажу про НВК САХА, что мы с нетерпением, я, например, как человек, работавший в НВК САХА, жду, когда будет перезапуск канала САХА-24, и у нас будет русскоязычный, круглосуточный, информационный, надо тут подчеркнуть, информационный канал, который будет вещать на всю республику. То есть имеется в виду спутник, кабель и больших кородах. Это будет, я считаю, что будет вписано краегольным камнем тех достижений, которые мы наверняка сделаем в 2018 году и уже войдем гордо в 2019 год. Ну, такие большие планы у нас есть. Надеемся, что коллектив, вы, творческий коллектив, справитесь с этой поставленной задачей. В данном направлении у нас работа определенно, конечно, идет. Чукур Николаевич, сейчас вы можете в прямом эфире поздравить своих коллег с Днем Российской Печати. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, ветераны. Пусть говорят, что в век информации там каждый может стать журналистом, но наша профессия всегда останется на острее тех вызовов, которые мы встречаем. Поздравляю вас с наступающим Днем Печати. Пусть наши перья будут остры, а шутки, в кавычках, будут остры. Днем Печати. Чукур Николаевич, большое спасибо, что приняли участие в нашей программе. Беседа была действительно интересной. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня нашим гостем был заместитель министра связи и информационных технологий Республики Чукур Гаврилев. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех последних событий. Удачного вам дня. Субтитры подогнал «Симон»!